Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения, еженедельная программа «Суть дела». Одной из самых обсуждаемых тем в этом году была медицина Республики, скорее ее недостатки. В центре всего этого скандал со смертью детей в родильном доме и детской республиканской больницы. Чтобы поговорить об этих вопросах и вообще о проблемах в сфере медицины Республики, мы пригласили в студию заместителя министра здравоохранения Батал Акация. Батал Ревазович, рады вас видеть в нашей студии. Взаимно, спасибо за приглашение. Вот мне бы хотелось начать вот с самого главного, поговорить о том, что же все-таки произошло в родильном доме и в детской республиканской больнице. В общей сложности 10 детей умерло за 2016 год в этих лечебных учреждениях. Были проверки на наличие инфекции в больнице и в роддоме. Все-таки о результатах проверки нам рассказали, что там нет нигде никаких инфекций. Но нам интересно все-таки знать, что с этими детьми произошло, вообще это дело на какой стадии находится. Хотелось бы разделить две эти цифры. То есть всего в общей сложности 10 детей, о которых вы сказали, они делятся на две категории. Первая категория это дети, которые умерли в родильном доме. То есть это относится к неонатальной смертности. Дети, которые, к сожалению, погибли в детской больнице, это относится уже к младенческой смертности. Это две-два разных показателя, нельзя смешивать их в одну кучу, скажем так. Что касается последнего случая в родильном доме, то по этому поводу, естественно, создана медицинская комиссия. По факту прокурорская проверка предварительно проходит, соответственно. После того, как медицинская комиссия завершит свое расследование внутри, она, естественно, передаст все эти материалы. И мы будем его рассматривать на коллегии Министерства здравоохранения. И, соответственно, если там будут, значит, факты, которые будут говорить о том, что на это надо соответствующим образом реагировать, естественно, эта реакция будет. В том числе, если необходимо, то и прокурорская в том числе. Но пока вы не можете говорить о результатах. О результатах пока еще нет. Ну а сколько времени потребуется? Я думаю, что к концу декабря эти результаты уже будут. Естественно, они будут обсуждены на коллегии. Что касается в общем, хотелось бы сказать, да, у нас родильное отделение республиканской больницы является центром на данный момент, в который свозится вся патология со всей республики. Поэтому, естественно, если есть какие-то сложные случаи, в том числе и несовместимые с жизнью, естественно, они все в большинстве происходят там. Если взять статистику, например, то хотелось бы сказать, в том числе, она значительно лучше, чем в прошлые года. И она отличается в положительную сторону, например, по статистике Российской Федерации. У нас этот показатель составляет 6,6, в России в среднем он составляет 8,5. Это количество погибших детей на тысячу живорожденных. По выводам, я вас уверяю, у нас министерство, как мне кажется, является одной из самых открытых и доступных. У нас нет сокрытия какой-то информации. Мы всегда за то, чтобы что-то исправить, если такие вещи есть. Мы всегда в данном случае, я считаю, объективны, поэтому сделаем максимум для того, чтобы выявить, если какой-то случай действительно произошел, ошибка, будь то, или, не дай бог, халатность и все прочее. Естественно, это своим образом отобразится в этом отчете комиссии, и на это будет реакция. Что касается детской больницы. Те 5 случаев в год, за последний год, которые там произошли, они связаны с патологиями, к сожалению, которые были несовместимы с жизнью. В случаях, когда ребенок нуждается в какой-то специальной терапии, которой невозможно позволить у нас здесь, в силу отсутствия специалистов, либо в силу отсутствия техники, то мы, естественно, всегда экстренным образом перенаправляем их в ближайшие, более высокоспециализированные учреждения. Как правило, это Сочи или Краснодар. Патал Ревазович, я сейчас предлагаю вам посмотреть репортаж, который мы сняли в детской республиканской больнице, а потом продолжим как раз тему этого медучреждения. Пятеро детей умерло в детской республиканской больнице в течение нынешнего года. Скандал, который наряду со случаем летального исхода среди новорожденных в родильном отделении ЦРБ взбудоражил общество. Дети были в крайне тяжелом состоянии. Из них двое были новорожденные, которые в одном было кровавое издание в мозг. Этот ребенок был переведен из кварчели, но он уже был переведен в вагональном состоянии в течение буквально двух-трех часов. Но это невозможно было, потому что там было обширное кровоизлияние. Один ребенок был с множественными порогами развития, то есть враженный порог сердца. Артур Генрихович – единственный детский врач-реаниматолог этой больницы. Физически выдержать такой ритм труда, когда работать приходится по несколько суток, помогает многолетняя практика. За спиной более 30 лет стажа. В реанимационном отделении, которым он заведует, всего две койки для тяжелобольных. При этом не хватает главного – аппарата вентиляции легких для детей до года. В роддоме у нас тоже нет этого оснащения, работать именно с новорожденными детьми. Там это, конечно, требует колоссальных средств, колоссальных денег. Это специально наученные врачи, врачебный персонал, медперсонал. Но, к сожалению, пока у нас это не страдает немного. За текущий год медицинская помощь в детской больнице была оказана около 15 тысячам детей. Из них одна тысяча получили ее стационарно. Врачи этого медучреждения провели около 900 операций. Несколько дней назад завершилась проверка санэпидемслужбы. Ничего у нас не выявлено. Это могу вас официально заверить. Все у нас в норме, все стерильно. Инфекции нет, несмотря на то, что здание не ремонтировалось более 30 лет. Своими силами и при поддержке спонсоров, признается главный врач Игорь Джопуа, удалось сделать ремонт в нескольких помещениях. Начали с приемной, теперь здесь уютно, тепло и сразу несколько дежурных врачей могут принимать пациентов. Но в целом ситуация в больнице остается катастрофической. Требуется капитальный ремонт здания, замена системы, водоснабжение и канализации. На это изыскать самостоятельное средство не удается. У меня был разговор с новым премьер-министром и министром здравоохранения. Они мне обещали, что в 2017 году уже заложен бюджет, даже в первом квартале будут делать частичный ремонт. Потому что капитальный ремонт этого здания, конечно, это очень дорого обходится. По непонятным причинам детская республиканская больница до сих пор не была включена в инвестпрограмму. В ходе реализации которой уже отремонтированы и сданы в эксплуатацию несколько крупных лечебных учреждений, не только в столице, но и в районах. Остается надеяться, что вопрос этой больницы, имеющей статус республиканской, смогут решить уже в будущем, в 2017 году. Батал Ревазович, вот интересно, почему до сих пор больница, которая имеет статус республиканская, не была включена в инвестпрограмму? Когда районные больницы, менее крупные, ремонтируются, сдаются в эксплуатацию, почему вот так произошло, что до сих пор? В данном случае я хочу вам сказать, что перечень больниц, который вошел в инвестпрограмму по российской финансовой помощи, этот перечень был создан еще несколько лет назад. Поэтому, к сожалению, сейчас внести в этот перечень уже эту республиканскую больницу нельзя, поэтому мы имеем дело только с тем перечнем, который у нас есть на данный момент, который был утвержден. Ситуация в детской больнице, честно говоря, я не назвал бы катастрофической, да, она там непростая, там есть свои сложности, но по мере возможностей мы всегда стараемся им помочь. Аппарат искусственной вентиляции легких до года, о котором я говорил, да, вот именно его нет, и он не необходим. Значит, этот аппарат в данном случае, он есть в родильном доме. В родильном доме, чтобы вы понимали, по правилам вообще, то есть если в родильном доме может находиться ребенок от рождения до 7 суток. После 7 суток это уже получается детский возраст, он должен переводиться в детскую больницу. Но так как условия в детской больнице до определенного момента не позволяли это сделать, то при роддоме, при родильном отделении была создана палата, сейчас уже две, в котором есть условия, в которых есть условия для того, чтобы после 7 суток содержать этих детей. Аппаратом искусственной вентиляции легких в данном случае мы уже занимаемся. Здесь не хватало у них еще для проведения реанимационного и анестезиологического пособия аппарата наркозно-дыхательного. Этот аппарат мы предоставили, теперь у них два этих аппарата. Мы стараемся вопросы республиканской больницы детской решать именно из республиканского бюджета. Мне бы хотелось узнать, вот все-таки аппарат ИВЛ, стоимость его я посмотрела от 100 тысяч до 3 миллионов. Ну, если по средней цене приобрести этот аппарат, то это не так дорого, мне кажется, и для республиканского бюджета. Вопрос состоит в том, я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен, просто если брать в масштабах детская и республиканская больницы, да. Но, к сожалению, всего по республике очень много таких горящих моментов, которые стоят миллион, три, шесть, семь, а то и больше. Иногда экстренно закупить лекарства, иногда там, особенно летом, вспышка вот этих кишечных инфекций в результате повышения температуры морской воды и все прочее. Поэтому мы вот в план 2017 года, именно бюджетный, мы заложили средства для того, чтобы обеспечить тот минимум, который необходим этим больницам. И я думаю, мы его реализуем в любом случае. Мне бы все-таки хотелось вернуться к гибели этих детей, еще подробнее об этом поговорить. Если все-таки вина врача будет доказана, вот врачебная ошибка будет доказана, какой закон будет регулировать этот вопрос? Ни одного такого разбирательства громкого, чтобы с результатами, с тем, чтобы он понес ответственность врач. Такого у нас в республике я, например, не помню. В случае, если, там есть две вещи. Первая – это врачебная ошибка, и вторая – халатность. И в том, и в другом случае, если это, значит, ошибка, смотря какой был нанесен вред здоровью. Легкий, средний или тяжелый. Ну, а если о смерти говорить? Если говорить о смерти, и доказана вина врача, здесь есть административные меры, то есть, насколько было это умышленно сделано, или это было по халатности сделано. Вопрос халатности гораздо более строгий. Все это тогда переходит в уголовную плоскость. То есть, что касается административных мер, это предпринимает Министерство здравоохранения. Все, что касается большего, то есть, это уголовного характера несет, и тогда эти материалы передаются в прокуратуру, и дальше уже действует Уголовный кодекс. Я знаю, что у вас есть идеи у Министерства здравоохранения по структурной реформе системы здравоохранения. Что имеется в виду, и какой может быть результат от вот этих изменений? Если можно, прежде чем с удовольствием приступить к рассуждению, и спасибо за вопрос. Я бы хотел еще откинуть по поводу инфекции. Да, стоял вопрос. Я знаю, что очень много этот вопрос обсуждался и в республиканской детской больнице, и по поводу родильного дома, о том, что якобы была выявлена инфекция синегнойной палочкой и все прочее. Информация была проверкнута потом все-таки после проверок. То есть суд заключается в том, что на самом деле, слава богу, этого не оказалось. То есть была действительно проверка, взяты около, только с родильного дома около 600 смывов. То есть никакой синегнойной палочки в итоге не подтвердилось ни в детской республиканской больнице, ни в родильном доме. Теперь о структурной реформе, потому что она, как я понимаю, стоит вопрос о необходимости изменений в системе здравоохранения. Какие у вас есть планы по этому поводу? На самом деле для нас это очень важный вопрос. Я считаю, все проблемы системы здравоохранения нужно рассматривать с точки зрения трех направлений. Первое – это финансовое обеспечение. Второе – это административно-хозяйственная структура управления. И третье – это профессиональный состав. Везде есть плюсы и минусы. Что касается непосредственно структурной реорганизации, как нам кажется, мы в принципе это уже отразили в концепции развития системы здравоохранения до 2025 года. Президент рассмотрел и подписал указ о начале реализации этой концепции. Мы считаем, что централизация должна проходить не только административного звена, то есть единое подчинение всех лечебных учреждений республики Министерству здравоохранения. То есть мы считаем, что это будет эффективно, это будет настоящая оптимизация сил и средств, то есть всех ресурсов, которые у нас есть. То есть мы можем одновременно этим всем управлять и за это все отвечать, потому что сейчас нам непосредственно Министерству здравоохранения подчиняются только 8 учреждений напрямую, которые имеют республиканское значение. Все остальные подчиняются городам и районам, то есть города и районы их финансируют. То есть в каком состоянии, например, районная больница, ее административно-хозяйственная часть – это полностью забота главы администрации. Мы считаем, что мы способны с этим стравиться напрямую, то есть мы все это сможем контролировать и организовать. Мы считаем, что главы администрации и вообще в администрациях городов и районов очень много дел хозяйственных, которыми они тоже должны заниматься и не всегда хватает, к сожалению, времени. Тем более, что у них отсутствуют вот эти вот райздравы, органы управления районным здравоохранением. Поэтому это наша самая главная реформа, которую мы планируем. И я считаю, что вследствие этого мы сможем также оптимизировать и централизовать медицинскую службу. То есть то, к чему пришел весь современный мир – укрупнять медицинскую службу, то есть сделать хороший мощный центр. И периферия, так называемая, она должна выполнять гарантийный минимум очень хорошего качества. И этот гарантийный минимум, то есть если уже нуждается пациент в какой-то сложной операции или помощи, то здесь в данном случае в течение того самого золотого часа он будет доставлен в центральное учреждение, где ему будет оказываться высокотехнологичная помощь. Это оптимизирует ресурсы в первую очередь профессиональные, потому что у нас есть это дефицит действительно профессиональных кадров. Поэтому самым лучшим способом это будет их собрать в одном месте и естественно периферию оснастить тем, чем необходимо, базовым минимумом. Ну а тогда есть смысл в ремонте, в оснащении районных больниц, если вот речь идет об укрупнении медицинских учреждений? Вот сейчас же продолжаются ремонтные работы вот в каждом районе, тогда вот в таком объеме, в таком масштабе этих больниц? Ну на самом деле сейчас это продолжается в рамках инвест-программы. Даже вот в рамках инвест-программы у нас планируется реконструкция Ткварчальской ЦРБ, но уже эта реконструкция будет с учетом нашей централизации. В общем можно сказать, что реформа уже постепенно воплощается? Да, есть проблемы. Проблемы заключаются в первую очередь в должном отсутствии нормативно-правовой базы. Мы этим занимаемся, но ресурсов в Министерстве здравоохранения не хватает, у нас нет научно-исследовательских институтов, которые бы нам разрабатывали нормативы и так далее. Поэтому мы своими силами стараемся делать, но это очень большой объем работы. Работы действительно, где должен сидеть юрист и врач и много лет это все делать. Еще бы мне хотелось бы поговорить о вопросе недоверия к врачам, потому что мне кажется во многом это вызвано тем, что есть определенный уровень, высокий даже уровень коррупции в этой сфере. Как вы вообще относитесь к этой практике, когда каждый пациент не то чтобы вынужден, но вот чувствует себя обязанным дать врачу за прием, при том, что у нас официально в стране медицина является бесплатной? Здесь есть о чем поговорить. У нас в принципе на Кавказе всегда считалось, что надо врача отблагодарить и все прочее, но это как бы личное дело каждого человека. Я категорически против, когда врач называет цену, я категорически против, когда врач, если такое бывает, каким-то образом намекает, либо все делает для того, чтобы человек заплатил, естественно я против таких вещей и очень отрицательно к этому отношусь. У нас очень часто пациенты, когда обращаются, говорят, вот вы знаете, у нас денег нету, мы хотим сделать операцию какую-то. Я им говорю, скажите пожалуйста, а вам цену называли, вы об этом? Нет, мы еще не подходили, не разговаривали. Я говорю, я вас уверяю, пойдите, запишитесь на операцию, вам сделают операцию и после этого вы сами принимаете решение. Вам цену никто не назовет, если вы посчитаете своим долгом как-то его отблагодарить, это ваше дело, но не более того. Более того, я всем пациентам говорю, никогда не спрашивайте, сколько стоит операция. Понимаете, потому что если спрашиваете, сколько стоит, потому что вам цену назовут, понимаете, никогда этого делать не нужно. И врачи, с кем я разговариваю, да, мои коллеги и все, они всегда это понимают. Более того, есть проблема недоверия еще в чем? Когда происходит какая-то ситуация и человек не может оплатить, например, что-то, или он считает, что он должен оплатить, он приходит в министерство здравоохранения. Встречаясь с такими пациентами, я им всегда говорю, а вы были у руководителя, у главного врача? Нет, я не был. Вот пойдите, пожалуйста, к нему, для этого он там и находится, чтобы решать все, в том числе и конфликтные вопросы. И слава богу, ни один еще, я говорю, вот если он не сможет этот вопрос решить, тогда приходите к нам. И еще ни один не возвращался, все вопросы решались на месте. Те мифы, которые существуют о врачах, о том, что они обязаны что-то делать, они давали клятву Гиппократа, вот эта пропаганда из советских времен, она подпитывалась вот этой вот партийной идеей. После того, как Советский Союз распался... Ах, и сейчас не дают медики клятву Гиппократа? Нет, они дают клятву врача России, там, ну, смотря кто где учится. Вопрос в другом, ни одному врачу не выгодно никогда, чтобы состояние его пациента усложнилось. Никогда. Он никогда не делает специально плохо пациенту. Более того, пациенты всегда говорят, а вот если я что-то сделаю не так или не заплачу, он плохо меня обслуживает или плохо прооперирует. Готов вас уверить, никогда ни один врач это не сделает. Никому не выгодно, чтобы вам стало хуже. Случались, к сожалению, такие случаи, да, когда по обращению пациентов в Министерство здравоохранения, они писали заявление о том, что вот, врачи якобы намекали и все прочее, чтобы заплатить денег и так далее. Мы всегда их просим. Поймите, для того, чтобы государство, как система, отреагировало на эту вещь, нужно сесть, написать заявление. Потому что вы просто сказали, я просто его поругал, и он в следующий раз делает то же самое. Для того, чтобы я организационный вывод или какой-то действительный... А что вы можете предпринять в случае, если гражданин все-таки напишет заявление? Я вам сейчас скажу, как происходило это. За последний год было два случая обращения. Они пришли, написали заявление два человека. Вот, естественно, в разное время. И в тот же день забрали его обратно. Ну, а в случае, допустим, вот человек оставил заявление, написал, все по правилам. Если человек оставил заявление, да, если касается административных наказаний, естественно, врач в первую очередь будет, значит, писать объяснительную. Это первое. Второе. Руководству будет поручено в этом разобраться. Третье. Если там были элементы действительно уголовного характера, если человек, например, угрожал, не дай бог, да, или вымогал, то, естественно, это дело будет передано в прокуратуру уже нами. Понятно. Либо пациент имеет напрямую право обратиться сразу в прокуратуру, не в Минздрав. Это тоже его право. Ну, главная проблема это то, что наши граждане открыто не любят об этом говорить. Это все обсуждается. Совершенно верно. То есть мы критикуем, но никто не хочет прийти и исправить ситуацию вот этим простым заявлением. То есть понести как гражданин свою гражданскую ответственность. Такая медицина официально бесплатная, вот в кавычках все-таки, она как бы является альтернативой платной медицине, да, о которой вполне возможно, что она у нас появится, потому что о ней говорил президент, выступая с ежегодным посланием парламенту. Давайте посмотрим отрывок из выступления, потом продолжим беседу. Речь идет о внедрении новых форм организации здравоохранения, в том числе оказания услуг частной медицины и постепенное повышение количества официальных платных услуг в медучреждениях страны. Пора переходить к цивилизованной системе оплаты за оказание медицинской помощи. Это позволит вывести из тени доходы лечебных учреждений, увеличить заработную плату врачам и медперсоналу и решить вопрос обеспечения лечебных учреждений расходными медицинскими материалами. При этом у граждан должен быть выбор – пользоваться бесплатными или частично оплачиваемыми услугами государственного здравоохранения либо прибегать к возможностям частных медучреждений. Все-таки деньги, которые неофициально платят наши пациенты, они не попадают в бюджет. А если бы эти суммы попадали в бюджет, это бы пошло на развитие здравоохранения. В Российской Федерации существует параллельно и платная медицина, и бесплатная. Насколько в нашей стране можно реализовать эту идею с платной медициной? Государство в полной мере всю бесплатную медицину, естественно, финансами обеспечить пока не может. Для того, чтобы там было максимально больше доступных, бесплатных и качественных услуг. Это наша цель. Но пока финансы не позволяют полностью ее содержать, то мы предлагаем следующий вариант. То, о чем говорил президент, мы этим уже занимаемся. То есть разработкой частично платных услуг в государственных лечебных учреждениях. Начать мы хотим с амбулаторно-поликлинической части. Для этого сейчас осуществляются все нормативные и правовые действия, для того, чтобы это обосновать, чтобы это внедрить. Поэтому нам для этого нужно будет создать еще, соответственно, закон, который нас обязывает принять какой-то гарантийный минимум. На самом деле объем их не очень большой. Есть еще, естественно, льготная категория граждан. Все на самом деле упирается в финансирование. То есть льготная категория граждан. Это не значит, что человек пришел, бесплатно сделал анализ и ушел. Он-то сделал и ушел, но за его анализ должен быть, за его реактивы кто-то должен будет заплатить. При этом, при всем, дополнительно сейчас с нами делаются следующие мероприятия. То есть уточняется сейчас и перечень лекарственных препаратов, которые бесплатно получают через фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Более того, сегодня прошло совещание, по которому мы планируем подписать еще одно соглашение с Российской Федерацией по льготному обеспечению лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Очень сложная система подсчета цены за услуги. Это не просто взял ты и из пальца высосал, тебе 300 рублей, например, за консультацию врача. Опыт других стран. Опыт других стран, но, к сожалению, когда подсчитывается амортизация, здесь же учитывается и цена воды, и цена электроэнергии и так далее. У нас она разная. Одна и та же формула не может применяться. Поэтому это очень кропотливая работа, но мы этим занимаемся. Патал Ревазович, еще один момент очень важный, мне кажется, о том, что наши граждане посылаются, ездят по собственной воле на лечение в Грузию. Мы такой небольшой опрос провели среди населения. Давайте посмотрим, как они относятся к этой проблеме, а потом поговорим об этом коротко. Туда, где можно дешевле и качественнее получить здоровье. Отвинять медиков нельзя, потому что им нужно создавать условия, чтобы они могли принять людей лечить. Если обстановка, например, того требует, человек уже в таком безвыходном положении, ему очень тяжело, трудно, может умереть, и там действительно хорошие могут оказать помощь, то пускай едут, и наше государство не против. Как будто там не за деньги делают, тоже за деньги, и там тоже за деньги. Главное, чтобы все было хорошо. А что им делать, если туда не поехать? Здесь не доверяют просто врачам. Я бы сказал, это неправильно, конечно. Сейчас поехать в Грузию лечиться. И оттуда никто не вернулся. Возвращаются и тут же погибают. Я лично конкретно против. Я считаю, что в Грузии просто, ну, как специалисты, они хорошие специалисты. В общем, мнения разные, но большинство склоняется к тому, что если того требует здоровья человека, и есть необходимость поехать даже в Грузию на лечение. Как вы относитесь к тому, что наши граждане вот именно в Грузии? Я понял вопрос. В первую очередь мне хотелось бы сказать о тех вещах, вот вопрос недоверия прозвучал здесь тоже нашим врачам. Мне хотелось в первую очередь бы сказать о том, что делают наши здесь врачи. На самом деле они иногда делают даже то, что они делают ни в Грузии, ни в Израиле, ни даже в Москве. И такие случаи тоже бывали. Когда привозили из этих стран, уже выписывали больного, либо в терминальном состоянии, вот, либо когда они говорили, что уже мы ничего не можем сделать. И здесь человеку давали новую жизнь, и такие моменты тоже у нас есть. Просто мы об этом не трубим, не говорим. Обычно мы очень скромно в данном случае наши врачи себя ведут. И порой это бывает в таких условиях, в которых, вот, как вы видели, та же детская больница и так далее. То есть условия, во-первых, у нас несравнимы, стартовая позиция у нас несравнимы. Вот, поэтому иногда, сами люди тоже, вот, я хотел бы откомментировать одну вещь, недавно публично прозвучало, значит, выражение о том, что он непосредственно, например, в нашем онкологическом центре отсутствует оборудование, либо там просроченные химиопрепараты и оттуда направляют в Грузию. Я хотел бы официально это опровергнуть, вот, сказать, что это не так. Я сам являюсь онкологом, знаю прекрасно этот коллектив и знаю, как там относятся к пациентам. Там действительно индивидуальное отношение, слава богу, поток и количество врачей позволяет к ним индивидуально относиться. Что касается направлений в Грузии, то оттуда точно этого не могло быть. И тем более не могло быть с Министерством здравоохранения. Во-первых, хочу сказать, что в Министерстве здравоохранения никаких отношений прямых с Республикой Грузии или Министерством здравоохранения Республики Грузия не имеет. Это первое. Второе. Министерство здравоохранения не направляет в Республику Грузию. То есть мы направляем только в Российскую Федерацию. Либо иногда бывает исключение, когда направляем в другие страны. К нам приходят пациенты со справкой, в которой написано лечение за пределами Республики Абхазия. Дальше уже выбор со самим человеком. Если он хочет поехать в Грузию, он идет в службу государственной безопасности. Со справкой из медицинского червя, в котором написано рекомендовано лечение за пределами. Нигде не написано рекомендовано лечение в Республике Грузии. Если служба государственной безопасности считает, что этого человека можно пропустить, или он хочет, то это их вопрос. Они этим занимаются достаточно профессионально. На самом деле система здравоохранения очень капиталоемкая, очень финансоемкая вещь. И в данном случае тоже об этом хотелось бы сказать. Потому что сейчас та реформа с учетом введения казначейской системы, мы очень рассчитываем на то, что самое главное в системе здравоохранения, даже те деньги небольшие, которые на нас закладываются, нам самое главное получать их вовремя. И сейчас с казначейской системой, с введением казначейской системы, мы рассчитываем на то, что те прогнозируемые нами финансовые затраты, которые мы закладываем на 2017 год, мы будем их своевременно получать. Иногда бывали случаи, когда закладываются деньги, но к сожалению не очень регулярно они поступают. И для нас это действительно, то есть в больнице если мы регулярно не поставим лекарства, тогда получается сбой. Поэтому тогда тот минимум мы не сможем гарантировать. В данном случае, то есть Министерством финансов и казначейской системой сейчас делается все для того, чтобы отрегулировать эту вещь, хорошо прогнозировать и регулярно получать эти финансы. Батал Ревазович, все-таки о проблемах в медицине, я думаю, можно говорить еще больше, потому что проблем действительно много, но вот то, что нам позволило эфирное время, это был мой последний вопрос. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам и подробно ответить на все наши вопросы. Спасибо еще раз за приглашение. Хочу всех наших граждан поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им крепкого здоровья. И самое главное, чтобы они верили в то, что на самом деле медицина и работники системы здравоохранения, это не какая-то каста людей, которые отрицательно смотрят на всех пациентов. Я хочу сказать, что там работают очень хорошие люди, высокие профессионалы своего дела, которые действительно искренне трудятся, несмотря на сложные условия. Поэтому я думаю, что у нас все получится и хотелось бы еще поздравить и поблагодарить соответственно вас. Будьте здоровы. Спасибо. Нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Баталка АЦ. Говорили мы о проблемах в сфере медицины. Год этот оказался для медицинских работников непростым, но мы надеемся, что в будущем году проблем будет намного меньше. Я прощаюсь с вами, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»